друзья всем привет сегодня у нас с вами будет небольшой обзор товаров для сада и огорода для нового сезона огородного сезона 2020 некоторые из этих товаров вы уже могли видеть если смотрели мой обзор товаров товаров из фикс прайса кому интересно оставайтесь со мной я сейчас поподробнее расскажу что как для чего нам нужно а также покажу семена которые мы все-таки не удержались и купили начну я самой основной покупки это у нас кассеты для рассады купили мы кассеты двух видов вот кассета на 200 ячеек они довольно таки маленькие эти ячейки будем использовать для выращивания рассады цветов на 90 процентов уверена что мы будем сеять сюда виолу семян кстати хватит у нас много своих семян много покупных я думаю что хватит виолкой заполнить данную ячейку ячейки мы купили поддон поддоны идут универсальные практически для всех ячеек они предназначены в общем в поддоне нету ничего такого удивительного желобки для слива воды да все в общем как всегда дальше мы купили две ячейки здесь уже размер самой ячейки чуть покрупнее здесь у нас сто четыре штуки тоже для цветов к сожалению петунью мы уже посеяли возможно для лобелии скажите такую большую ячейку и для лобелии ну посмотрим но мне почему-то хочется сюда посеять лобелию но и также к этому тем поддоном тоже также к этим ячейкам взяли еще поддонов для рассады взяли торфяные обычные стаканчики 20 штук в упаковке 80 на 80 миллиметров характеристики торф не менее 70 процентов картон и все такие стаканчики хорошо использовать для посева огурцов потом их можно пересаживать не травмируя для посева или пикировки баклажан и также для посева допустим кабачков и тык очень удобно потом пересаживать нам мало будет этих стаканчиков нужно будет докупать еще купили блок это кокос брикетах в общем обычный кокосовый субстрат который нужно залить водой он увеличится в размере и дальше его использовать смотрите как он выглядит в прессованном состоянии здесь у нас четыре литра кому интересно можно почитать на этот брикет нужно всего лишь добавить 2-3 литра воды комнатной температуры подождать несколько минут и перемешать можно добавлять как готовый грунт для посева также можно добавлять его в какой-либо другой грунт если вы делаете грунт сами кашпо дренажное будем пересаживать орхидеи кашпо довольно таки крупная литраж здесь не указан 17 на 12 с половиной сантиметров но к сожалению литраж не указан в общем для пересадки орхидеи есть уже большая орхидея она просто не вмещается в свое кашпо и она она уже пересаживалась не один раз будем пересаживать вот в такие тазики очень интересный препараты нв-101 я думаю многие уже о нем слышали натуральный виталайзер для овощей цветов деревьев кустов грибов газонов злаков а также для всех видов комнатных растений данной подкормкой так сказать мы сейчас подкармливаем орхидеи но не только для орхидеи будем ее использовать всю рассаду обязательно будем ей подкармливать экологически чистый стимулятор роста и активатор иммунной системы пролонгированного действия для культивации всех видов растений ингредиенты кому интересно и способ применения гранулы раскладывают верхнем почвопокровном слое весной и осенью из расчета и так далее 1 грамм на 1 квадратный метр изготовлена в японии кстати такое средство еще есть и в жидком виде жидко растворимое которое очень удобно использовать уже конкретно для подкормки но по идее эти гранулы тоже можно растворять в воде ну а теперь самое интересное не удержались называется еще душистый многолетний горошек у нас кстати в прошлом году он рос вообще обалденно изумительно цветет надеюсь он перезимует хорошо подобного рода культуры буду сажать к сетке рабицы у нас есть на огороде от нас и соседей нас разделяет сетка рабица вот хочу подобные красивые венки как душистый горошек как фасоль пустить именно по этой сетке очень будет красиво и создаться какое-то какое-то уединение циния в нашу коллекцию мы недавно перебирали семена не так много у нас оказалось цене и решили взять еще такую смесь хоть петунью мы и посеяли но я взяла еще такую вот махровую дуу смесь окрасок серия люкс здесь всего лишь 10 семян они понятное дело в колбочке в скором времени я их тоже посею георгина это однолетники у нас кстати из подобных однолетних георгин выросли под осень хорошие мощные кусты которые образовали клубни эти клубни мы убрали в подвал на хранение так что по весне посмотрим как они сохранятся и получится ли их пасть посадить уже клубнями василек мы очень любим васильки у нас есть и свои семена есть и и различные смеси но вот такого темного у нас нету высота 80 сантиметров это довольно таки высокая неприхотливая однолетние растения очень легко сажать и долго всегда прекрасно красиво цветет про виолу я говорила ранее что у нас много семян и еще мы купили поэтому я думаю что кассету в 200 ячеек мы виолкой заполним без проблем 5-6 сантиметров получается у нас диаметр цветка микс великолепный ну дальше тоже у нас виола голубая такая превосходная ниагара тут семена в колбочки скорее всего тоже их не очень много вербена уже тоже надо начинать сеять такую вербену я вообще вижу первый раз поэтому естественно взяли попробовать посадить кстати вот свербенный у нас конечно плохо складываются отношения почему-то еще она у нас ни разу из семян не вырастала и не забудка многолетник красивое растение ну тоже попробуем вырастить этот многолетник из семян вот еще одна интересная вещица это пакеты для рассады здесь у нас 25 штук объем пакета 0 6 литра сейчас мы с вами посмотрим как выглядят пакетики и насколько они плотные очень люблю пользоваться пакетами очень удобно во первых пакеты занимают мало места когда их нужно хранить по сравнению с пластиковыми стаканчиками вот 25 штук здесь до объемом 0 6 литра представьте сколько пол литровых это большие пивные стаканы и сколько они займут место естественно 25 штук стаканов не займут вот так мало места сейчас мы посмотрим насколько они плотные мне конечно что-то подсказывает что они не настолько плотные как мои пакеты которые я покупала непосредственно в интернет-магазине для рассады но все же я думаю больше чем на один сезон их должно хватить я кстати думала что они будут тоньше вполне себе вот сейчас мы достанем один пакетик вот у нас получается пакет вполне себе плотный я скажу нормально здесь уже сделано отверстие то есть ничего не надо делать просто насыпаешь землю и пикируешь в этот пакет рассаду для перцев я думаю вообще отлично подойдут конечно 25 штук мало помидоры да можно и помидоры в них пикировать я в прошлом году пикировала в такие по-моему и чуть побольше томаты в общем надо избавляться от стаканчиков и переходить на такие пакеты очень удобно из этих пакетов доставать уже рассаду ничего не травмируются никакие корни все прекрасно достается удобно ставить пакеты в принципе с землей держит форму просто ставите на какой-то поддон и спокойно поливаете в общем отличные пакеты рекомендую я обязательно буду такими пользоваться и по возможности буду покупать еще тарная кислота кто не знает это хороший стимулятор роста для растений вы можно использовать не только для садовых растений но также и для комнатных цветов янтарную кислоту можно еще купить в аптеках в обычных таблетках так способ применения предпосевная обработка семян томатов огурцов капусты моркови цветов и так далее развести 2 грамма препарата в одной в одном 2 литрах воды замочить семена так что будем с вами пробовать обязательно буду в нем замачивать семена при посеве и протестируем янтарную кислоту в пакетике 4 грамма то есть хватит на 24 литра таким количеством можно замочить огурцов сколько семян препарат как триходерма вериди для защиты от болезни и растений в упаковочке 15 грамм это биопрепарат полезных почвенных грибов для чего он применяется его можно тоже применять как и для домашних цветов так и для огорода тоже предпосевная обработка семян капуста от черной ножки огурцы томаты вот различные культуры я все читать не буду чтобы не занимать много времени на видео кому интересно можете почитать и так что у нас еще есть у нас есть вермикулит будем его использовать ну для рассады также как и перлит возможно еще нужно этого количества естественно нам мало у нас где-то был еще перлит в общем это все в грунт будем использовать или для черенков у нас скоро наступит пора проращивания винограда проращивания из черенков смородины в общем все это пойдет в дело здесь кстати объем 1 литр ну и куда же в огороде без перчаток да и не только в огороде вообще в хозяйстве в частном доме перчатки это самый главный расходник наверное в частном доме всегда они нужны всегда они горят и всегда их мало так что парочка новеньких свеженьких перчаточек вот и все наши покупки я уверена что это не последние покупки для сада огорода они будут еще и будут обязательно так что кому интересна эта рубрика подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание до новых встреч и пока пока